Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня готовим ленивые щи по старинному рецепту. Рецепт довольно простой. Я его нашел вот в этой замечательной книге. Энциклопедия. Русская поварня. 200 лет. Вот. Тут есть очень хорошее описание. Опять же, то, что я говорил в выпуске о московском борще, это и есть как бы борщ, по сути дела. Потому что вот есть Ричард Джеймс, путешественник, английский путешественник. Они не только воевать на нас тогда ходили, а еще и путешествовали, разведчики. В Архангельск, в Холмогоры ходил Архангельск, город 1618-1619 год. Борщ, трава, которую в начале лета они собирают и варят, это очень хорошее блюдо. Это же ешти борщ, потому что разновидности борщевик специальный, там же крапива, там же все-все-все. Оттуда и идет вся эта история. Ну, во всяком случае, то, что мы можем сейчас зафиксировать, и откуда взять из летописей, описаний путешественников, каких-то домостроей или прочие вещи. Ну вот, одним из рецептов, который пришел к нам с незапамятных времен, являются вот эти ленивые щи. Что их отличает, да? Тем, что они томятся, тем, что они делаются просто. И, в общем, кухня деревенская, которая идет в быту, она не подразумевает там каких-то изысков. Это делается все. Раз, два, три и поставил. Я беру свою тушенку, которую делал в автоклаве Малиновка. Вы можете взять то же самое, взять тушенку говяжью, обязательно говяжью. Значит, вот она у меня, две банки. И отдельно я могу вам просто сделать лайфхак такой, рассказать, как это делается. Берете кости говяжьи с копытами много возни. Это хаш. У меня есть на канале несколько хашей, как правильно это обрабатывать. Но лучше взять готовые колени. С ними возиться не надо. Варите до тех пор, пока все не будет отваливаться. И вот такая заготовка у меня получилась. Солить надо обязательно. Перец не нужен, лавровый лист не нужен, ничего не нужно. И прямо кипяченые обрабатывайте, как консервы. Закручивайте банки, пол-литровые желательно, ну, дозированные, да? Видите, как делал. Я второй раз крышки не кручу. Ну, здесь же еще жир, на котором мы обрабатываем все, пассировочку все делаем. И, соответственно, концентрат вот этого желе, он у нас там вибрирует, понимаете? Его можно добавлять в гороховый суп, в борщ, во все, что угодно. На этом жире вы можете обработать. Он как раз является не обычный жир, который там сало, да? Это разные вещи. А это жир из коленей, ну, не одно и то же. Потому что там витаминный какой-то, минеральный сустав другой. Это тот, который вот усваивается вот в локти, зубы, там, губы, да? В колени опять идет. Вот я даю доченьке постоянно, каждый день вот сейчас налечиться, чтобы при активном росте поддерживать, как бы, скелет, да? И хрящики. После 50 вообще вещь хорошая. Если нет противопоказаний, если нет артрита, то вот такая вот подобная заготовка вам очень подойдет. Ликбез окончен. Дальше капуста, дробленый перец, чеснок, морковь, лук. Масло сливочное, если вы хотите сверху положить, в конце, в конце бульк, и после красоту придаст. Закислять будем яблочным уксусом. Яблочный уксус – продукт очень древний. Пришел к нам неизвестно откуда и остался здесь вместе с яблоками. То есть через три года после того, как яблоки пришли сюда, появился яблочный уксус. И орегано. Но на первый взгляд может показаться, ну, чем вот эти понты все, орегано, зачем это нам? А если мы посмотрим энциклопедию юных каких-нибудь сурков, любую энциклопедию, мы поймем, что это душица на русский лад. Это душица. Душица травы немеренно разная. Просто ее, если выйти на лук и разобравшись, присмотревшись, собрать эту душицу, это будет огромное количество всяких трав, которые идут вот из этого семейства. Дальше идет рис. Можно добавить перловую крупу, можно добавить рис. Рис тоже привозился торговцами и использовался в русской кухне давным-давно. Все, все перечислил, ибо надо произвести этот рецепт перед тем, как мы со Славой уходим в жесткий, в жесткий иностранный какой-то такой ликбез. Мы пойдем с вами до Колумбии, мы пойдем с вами в Южную Америку, мы немножко коснемся Африки даже, царапнемся Аргентину, уйдем Центральную Америку, уйдем в Азию. В Азии много, может, в Австралию сбегаем, то есть пробежимся по заколокам Европы. То есть я думаю, что мы уйдем, пока вот тошно не станет, будем делать иностранные супы, потому что там очень много всякого простого, интересного и вот таких сочетаний каких-то вот четких. Поэтому вот сейчас щи ленивые, калия с почками, с говяжьими, и погнали мы сразу же рванем в Аргентину. Поэтому давайте приступим, будем готовить нашу русскую кухню. Берем, даже на две части хватит, если небольшие кастрюльки у вас, надолго хватит. Вот посмотрите, хлоп частично, вытащили половину. Только нужно делать пополам вот так вот. Если сверху жир снять, внизу останется желе, но это не совсем правильно. Все, ставлю разогреваться, и будем шинковать туда лук и морковь. Вот такие долечки побольше сделаю. Можно полукольцами, кстати, большими, такими перьями сделать, с капустой, вообще будет здорово. То есть можно не крошить очень сильно. Сразу же туда раздавлю чеснок. Даже рубить не буду, просто раздавлю и пусть. Дробленый перец. И сюда же добавляем душицу. Все перемешали. И вот в этом бульончике, замечательном, жирненьком, костном, с обалденным просто ароматом, немножко пассируем наши коренья. Слишком не мелчим. Надо чуть-чуть покрупнее это все делать. Поэтому... Вот, смотрите. Это я сделал, все здорово. Что хочу сказать. Ленивые щи, вообще щи, любые щи, русские, народные, они были адаптированы под зиму. То есть брался порцайка или какой-то емкость и замораживалась. Мужики брали, уходили на отхожий промысел, рубить дрова, лес там зимой заготавливать. Понимаете, да? Зимой заготавливается лес для строительства домов. Поэтому мужики брали щи, уходили в лес, замораживали и потом откалывали и ели. Добавляли снег туда. Поэтому они делаются густые. Для того, чтобы можно было воду не носить, а добавить, просто взять лесной чистый снег и добавить туда прямо готовое. Понимаете? Вот в этом есть вся суть. Можно для того, чтобы кайфануть и получить вот этот вот, так сказать, полный заряд бодрости, положить и заморозить в холодильнике. И потом достать, поставить на плиту и съесть. Что я и сделаю. Я так делаю обычно. Ведь спрашивают многие, а как там это вообще, кто ест? Да, да, мужикам отдаю, слава себе домой берет. Дома у меня что-то едят. А еще есть часть у меня ковшей, которую я просто наливаю, ставлю в холодильник, замораживаю и потом складываю, мне как дрова беру, такой-то раз, ставлю по беду. Я-то знаю в этом толк. Ну вот, смотрите, ленивые. Раз, два, три. Закладываем всю капусту, соответственно, тушеночку. Вот, посмотрите. Раз, выкладываем кусочками. Ну и масло оставшееся. Все. Сейчас я накрываю это крышечкой и успокаиваюсь. Мы сейчас будем пить кофе и обсуждать следующий проект. Следующий проект у нас будет сниматься сегодня, и это будет калия. Русский из той же книги, из той же книги. Русский древний суп и из говяжьих почек прародитель рассольника. Ну вот, смотрите, дорогие друзья, давно уже, два часа с чем-то стоят мои щи ленивые. Они уже очень хорошо проварились. Капуста мягкая, я уверен. И теперь за 10 минут до готовности буквально я выкладываю сюда нашу зелень. Пожалуйста. Все, подача через буквально несколько секунд. Вернее, через 10 минут. Но у вас-то это будет еще быстрее. Специи по ссылке в описании. Там же есть наш генеральный спонсор Алисия Фиори. Если вам нужны одежда для малышей, вернее, малышей, для школьников, конечно, серьезная одежда, самая интересная, самая качественная, самая дизайнерская, то, пожалуйста, переходите по ссылочке в описании Алисии Фиори. Самая лучшая школьная форма и одежда для женщин. Делает моя жена. Придумывает, воплощает. Ну, сколько варился этот суп, уже постоять успел. То есть, щи я имею в виду. Ну, суп щи, шти, шти, шти. Вот мне нравится такое шти. Даже надо как-то в обиход ввести слово шти. Все, погнали пробовать. Перед тем, как мы попробуем ленивые щи, я еще раз покажу вам книгу. Вот такая книга русская поварня 200. 200 лет спустя. То есть, это не реклама, мне не прислали эту книгу, я ее купил на Авито, набрал, нашел человека, мне принесли ее в пленочке, все. То есть, продается она наверняка где-то с рук или, я не знаю, может, в магазинах есть еще продается. В общем, она очень интересна и познавательна. это тем, кто любит русскую кухню, интересуется ей историей и прочими другими вещами. Прошу любить и жаловать, что называется. Вот оттуда и калье с почками, которую мы сейчас будем рекламировать тоже, ну, снимать завершающую фазу и ленивые щи, и что мы там еще брали, ушное, да, и еще что-то, калью рыбную мы там брали со славой. Поэтому, вот, и еще что-нибудь там надыбаем обязательно, потому что рецепты очень хорошие. Ну что, давайте пробовать. Рудикмя за просто все, я уже упал. Ну, ребята, это 111, по-моему, у нас выпуск суточные вещи, посмотрите, они тоже долго стояли у меня в плите, наплывая в духовке. Снимали мы не в этой студии, здесь еще тогда вообще кирпичи были, а снимали в доме у меня. Вот такой же, ребята, эффект. Поверьте мне, я вот прямо, эти даже, ну, они разные, естественно, но по, по эффекту, вот суточные, ленивые, они, я сразу же вспомнил с первого, так сказать, нюха. Обязательно посмотрите выпуск. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ребята, это вот настоящая русская кухня. По мне видно, да, эффект, кто давно смотрит мой канал, когда у меня морда висает просто вот так вот, ну, как у бульдога. Это наслаждение высшей, высшей степени. Я имею в виду вкусовые. Все, ребята, да, мне очень понравилось. И слов нету, и вообще одни буквы, даже буквы пропали. Ну, очень вкусно, настоящие щи, вот те, которые вот прямо во мне, генетически, так сказать, сформировали и меня, в том числе, как любого русского человека. Значит, готовьте по этому рецепту, пишите, задавайте вопросы, если вдруг что-нибудь понятно. Я читаю все ваши комментарии. Напишите, из какого вы города, и, может быть, найдется какой-то для меня рецепт интересный. Я его с удовольствием воспроизведу, и скажу, что это вы сделали, что вы мне его прислали. Да-да-да. Ну что, держитесь. До приятного. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok